Если мечтаешь побывать в будущем, лети в космос. Ученые подсчитали, космонавт Сергей Крикалев, который в общей сложности провел на орбите 803 дня, переместился в будущее на 0,02 секунды. Правда, вернувшись на Землю, снова оказался в настоящем. Недавние подсчеты ученые провели на основе так называемого эффекта гравитационного торможения времени. То есть, чем дальше ты от Земли, тем время течет быстрее. Так у меня получилось, что находился более 800 суток в полете, но кто-то посчитал, что это какие-то доли секунды, на которые, согласно теории относительности Эйнштейна, разница во времени накапливается в несколько долей секунды. На протяжении двух с лишним лет долю секунды вы вряд ли почувствуете. Когда ты 16 раз за сутки обращаешься вокруг Земли, конечно, субъективное восприятие времени другое. И бывают ситуации, когда день, каждый день тянется очень долго, но вот потом неделя или месяцы проскакивают очень быстро. За полвека исследований астрофизики открыли в космосе множество необычных явлений. Уже доказано существование так называемых черных дыр, у которых сила притяжения настолько велика, что удерживает даже свет, поэтому увидеть их невозможно. Расположены эти объекты в центре галактик. Именно черные дыры притягивают к себе гигантские скопления звезд. А ближайшие звезды пожирают. Более того, в черных дырах время почти останавливается. Раньше было вообще сомнение, существуют ли черные дыры. Сейчас уверенность уже очень большая. Последние исследования показали, что масса черной дыры в центре нашей галактики, примерно 4,5 миллиона солнечных масс, что черная дыра вращается, имеет собственное вращение. Вокруг большое количество звезд, которые постепенно приближаются к ней, совершают несколько оборотов, и потом в нее падают и разрываются. Сегодня мечта астрофизиков — найти еще более экзотический объект, настоящую машину времени — кротовую нору. Если следовать теории Эйнштейна, это некие туннели в пространстве времени, гуляя по которым можно перемещаться с одного конца Вселенной на другой, можно попасть в прошлое или будущее. Теоретически ученые доказали существование кротовых нор, но вот на деле найти пока не удалось. Для того, чтобы кротовая нора существовала, нужна вот эта особая энергия, которую мы называем темной энергией. Если черная дыра возникает естественным образом в результате гравитационного коллапса, то есть сжатия катастрофического обычных масс, то такая кротовая нора так просто возникнуть не может, потому что она должна содержать в себе вот эту особую темную энергию. Можно мыслить о создании такого образования искусственно. А может быть, вот эти образования, кротовые норы, возникли еще в тот период, когда Вселенная только родилась и начала расширяться. Тогда там пространство было очень сильно искривлено, как мы говорим, кипело, динамически изменялось, возникали вот эти ручки. И потом, вследствие расширения Вселенной, которую мы действительно наблюдаем, вот эти первичные, так сказать, объекты, первичные кротовые норы, могли развиться в те кротовые норы, которые могут существовать. По расчетам, расположены вселенские машины времени в центрах некоторых галактик. Набраться человеку туда нереально, а вот заглянуть внутрь и увидеть прошлое или будущее с помощью современных телескопов возможно. Кротовые норы — это некоторые модификации черной дыры. Для того, чтобы доказать, что объект является кротовой норой, надо показать, что у него нет горизонта событий. Вот у черной дыры есть горизонт событий. Когда вы пошлете космический корабль к черной дыре, то вот по мере приближения к этому горизонту событий, он восстановится, потому что там ход времени замедляется. Проникнуть с точки зрения далекого наблюдателя внутрь этого горизонта событий, то есть внутрь черной дыры, невозможно. А если тело свободно падает туда, то оно проникает внутрь черной дыры, но никакого сигнала назад поставить нам не может, потому что сигнал должен двигаться со скоростью большей скорости света, что запрещено законами физики. А у кротовой норы нет горизонта событий. Поэтому мы можем рассматривать детали внутри кротовой норы. Их открытие приведет к тому, что реально будет доказана возможность путешествия во времени. Нагляднее всего путешествие во времени и пространстве представлено в недавнем культовом фильме «Интерстеллар». Главный герой в поисках запасной планеты для землян преодолевает огромные вселенские расстояния с помощью кротовой норы. С точки зрения физиков, это, казалось бы, фантастическая картина, ныне признана одной из самых верных. Во время съемок «Интерстеллара» я по-своему учился. Я увидел киноиндустрию изнутри. Продюсеры показывали, как надо делать фильм интересным, чтобы продавалось как можно больше билетов. Для них важно продать и заработать больше денег. А для меня было важно показать науку, как можно больше заинтересовать людей наукой. Сегодня мировая наука-астрофизика на пороге больших открытий. То, что еще несколько лет назад казалось невероятным, сейчас ученые не только обсуждают, но и научно доказывают. Мы сейчас переживаем очень интересное время. До 1962 года практически не было экспериментальных фактов. Был один факт, что Вселенная расширяется. Это было Хабблом открыто, показано экспериментально. И вот в 1962 году люди открыли рентгеновский фонд. В 1964 году были открыты первые квазары. А сегодня, я вам спокойно говорю, мы откроем 4 миллиона сверхмассивных черных дыр. Вот уже 6 лет, как трудится на орбите «Радиоастрон». Единственный орбитальный телескоп российских астрофизиков. В космос должны вывести еще три телескопа. Спектр РГ, спектр УФ и спектр М, или миллиметрон, для исследований темной материи, энергии и поиска кротовых нор. Вера в открытие, которые перевернут традиционную картину мира и течение времени, не покидает ученых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова